здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел с вами поделиться очередной простой схемой светодиодный индикатор напряжения предназначенный для контроля степени разряженности или заряженности именно для литиевых аккумуляторов причем вот два светодиода их работа будет взаимно противоположна то есть когда будет гореть один допустим при максимальном своем свечении то второй светодиод работать не будет ну и наоборот когда этот горит этот не горит при переходе это происходит плавно в чем и сама фишка заключается на литиевые аккумуляторы сейчас используются повсеместно поскольку имеют достаточно хорошие свои характеристики обычные телефонные аккумуляторы и вот такие виды но эти аккумуляторы чувствительные перезаряду и чрезмерному разряду стоит один раз упустить из под контроля от правильную эксплуатацию их и после этого аккумуляторы либо вовсе приходит негодность либо у них сокращаются срок службы бывает так что вздуваются теряя при этом свою токовую емкость ну и чтобы отслеживать вот в какой уровень напряжения на таких литиевых аккумуляторов и знать когда уже пора заряжать а когда еще достаточно большой заряд существуют различные вот такие схемы причем эта схема такая достаточно специфическая в общем у нас вот сама схема представляет собой простейшую схему дифференциального усилителя который имеет два входа и и при своей работе сравнивает величину напряжения которое подается на первый ход и на второй ну и на выходе мы можем получить величину разностного сигнала то есть если допустим у нас напряжение одинаковая поступает и сюда и сюда на базу этого транзистора и на базу этого транзистора то если померить между коллектором этим и этим вольтметром то у нас будет ноль какая бы величина входного напряжения не было главное что она одинаковая но как только появляется разность одно напряжение начинает отличаться от другого тот как раз вот эта разность и будет усиливаться причем усиление происходит очень большой это аж до 1000 раз может усиливаться этот разностный сигнал ну и в различных устройствах вот как такая целостная функциональная схема вот используется этот дифференциальный усилитель причем вот два светодиода их работа будет взаимно противоположно то есть когда будет гореть один допустим при максимальном своем свечении то второй светодиод работать не будет ну и наоборот когда этот горит этот не горит при переходе это происходит плавно в чем и сама фишка заключается то есть при подачи сюда напряжение и увеличения наron завressed допустим увеличим на одном уровне порога будет один ярко гореть в трое не будет гореть но когда мы постепенно допустим напряжение увеличиваем то один начинает постепенно гаснуть в это время 2 начинает постепенно увеличивать яркость но они как бы, один светодиод передает свое яркое свечение другому, а сам при этом гаснет. Ну и так же будет, когда напряжение будет уменьшаться. То же самое будет происходить только в обратную сторону. И вот этот диапазон, именно вот в этой схеме, я настроил таким образом, подобрал вот эти деталюшки все, что диапазон лежит в пределе от 4,2 вольт до 3,5. Ну для тех, кто не в курсе, то скажу, что именно для литиевых аккумуляторов 100% уровень заряда равен на 4,2 вольта, когда на его выводах, это когда вот зарядка его зарядила полностью, то вот на выводах будет именно вот это напряжение. Может быть чуть-чуть отличаться, но вот среднее значение считается вот 4,2. Поскольку литиевые аккумуляторы очень сильно не любят разряд, а тем более глубокий разряд, он сразу же испортится. А имеется такая нижняя граница, ну вот 3,5 вольта соответствует где-то остаточному заряду в 10%. Если вот до этого до 10% разряжать, а потом уже начинать зарядку, в этом случае аккумулятор может очень долго прослужить. Ну и вот эта нижняя граница в 10%, которая соответствует напряжению от 3,5 вольта, настроена в этой схеме. Ну и в итоге получаем, имеем два светодиода, причем я допустим поставил разного цвета, зеленый светодиод горит своим максимальным свечением, когда аккумулятор у нас полностью заряженный, 4,2 вольта имеет на своих выводах. Ну и с понижением этого заряда, ну и следовательно с понижением напряжения, он будет постепенно угасать, в то время как красный светодиод будет постепенно загораться, то есть сигнализируя, что все больше и больше происходит разряд. Ну и когда уже дойдет до этой границы в 10%, красный светодиод будет гореть максимальным своим свечением, а зеленый светодиод, я его так выставил, что еле заметное свечение на нем будет, ну так же как красный, когда у максимальной границы он не полностью будет гаснуть, будет еле заметно гореть. Обычно схемы делаются по другому принципу, то есть светодиоды резко загораются и светят. Но мне почему-то захотелось, чтобы именно был такой режим. Плавное изменение свечения. Возможно для кого-то покажется неудобным, для некоторых может наоборот. Такая работа схемы покажется более интересной. В общем сами решайте, пригодится вам эта схема или нет. Ну а в целях ознакомления не лишним будет про нее рассказать и показать данный вариант световой индикации заряда или разряда литиевых аккумуляторов. Давайте немножко расскажу про саму специфику схемы, как она работает. Итак, у нас имеется дифференциальный усилитель на этих транзисторах, которые соединены эмиттерами между собой. Это соединение через токоограничительный резистор уже идет на минус схемы. Ну и также у нас имеются базы. Управляющий вход при изменении напряжения между базой и эмиттером в большую сторону. То есть чем больше напряжения мы подадим и чем больше ток пройдет через этот переход. Что в этом транзисторе, что в этом. Тем больше сила тока будет проходить через силовой переход, то есть коллектор-эмиттер. Ну а как известно, транзисторы обладают свойством усиления. И вот если транзистор, допустим, коэффициент усиления имеет в 100 раз. Ну а конкретно эти транзисторы, вот когда 315 стоит, там по-моему буква G стоит. Они где-то в 280 раз усиливают. И вот этот небольшой ток, который здесь пройдет, он усилится вот в это количество раз. То есть здесь уже будет усиленный ток идти через этот переход. На входе схемы стоит переменный резистор, который выполняет роль делителя напряжения. Когда мы вот этот ползунок будем передвигать, то относительно минуса и вот этого ползунка, ну и базы соответственно, будет увеличиваться или уменьшаться напряжение. То есть вот это входное напряжение будет делиться пропорционально положению ползунка. С этой же стороны, у второго транзистора, также имеется делитель напряжения, но он уже подсоединен не к самому питанию, а к параметрическому стабилизатору напряжения, который собран на четырех диодах. Как известно, у одного диода при прямом включении падение напряжения на нем составляет около 0,6 вольт. В разных диодах по-разному, ну где-то там 0,6, 0,7, там до одного вольта может доходить. И когда мы соединяем диоды последовательно, то вот это напряжение их прямого включения, оно суммируется. Сюда я поставил самый распространенный 1N4007, причем ставить в эту схему диоды можно практически любые. Ну разве что нужно проследить, чтобы напряжение вот на них, то есть в этой точке, в этой точке суммарное, было в пределах где-то от 2,5 до 3 вольт. Поскольку именно при этом напряжении, в этом месте, схема будет наиболее корректно работать. Итак, у нас входное напряжение делится между этим резистором, между переменным резистором, ну и между вот этими диодами. Их основная задача заключается в стабилизации напряжения именно вот в этом месте. Вместо них можно, конечно, и стабилитрон поставить с напряжением стабилизации там от 2,5 до 3 вольт. Ну поскольку у меня такого стабилитрона не было, вот обошелся обычными диодами. Ну и в итоге имеем в этой точке относительно минуса у нас стабилизированное напряжение постоянное. Именно вот в моей схеме оно равно 2,8 вольт. И оно уже подается, но этот переменный резистор, также делитель напряжения, соответственно, подбирается нужная величина, чтобы настроить правильно эту схему под нужный диапазон напряжения. Ну а излишек напряжения, то есть здесь подается, допустим, вот пусть будет 4 вольта, то на диодах или стабилитроне будет 2,8 вольт, а вот это излишек напряжения 1,2 вольта, они осядут как раз вот на этом резисторе, чтобы не перегружать током сами диоды, ну либо стабилитрон. Получается, что каждый транзистор у нас сравнивает свое напряжение. Причем, когда на входе меняется напряжение входное, здесь оно также меняется вне зависимости ползунка. А вот это напряжение является опорным, на нем изменения практически не происходят. И вот как раз здесь и получается разностный сигнал. Из-за вот этого резистора общего транзисторы таким образом работают, что когда один транзистор открывается, он своей работой начинает закрывать второй транзистор. То есть как бы один больше открывается и при этом способствует большему закрытию второго. Если этот транзистор больше открылся, светодиод больше зажегся, этот начал закрываться, ну, естественно, светодиод начал меньше гореть. Этот резистор подобран четко под вот это напряжение. Но здесь такая штука, что он влияет на яркость свечения Чем он больше, тем будет меньше яркость свечения Но зато мы в лучшую сторону повлияем на сам диапазон Вот это изменение диапазона Но сюда, наверное, лучше поставить подстроечный резистор В своей схеме вы можете более точно настроить Этот резистор у нас переменный Ну или подстроечный, можно поставить 6,8 кОм Также можно вместо него либо 10, либо 4,7 Также будет работать нормально Ну этот резистор 30 Ом Что касается светодиодов То, допустим, в своей схеме я поставил такие достаточно грубые То есть у них относительно большое напряжение питания И потребляемый ток Просто под рукой других не было Но если у вас есть возможность То именно для этого низкого напряжения Светодиоды сюда надо поставить с низким напряжением питания Ну и чтобы они светились максимально ярко Ну и что касается самих транзисторов То сюда можно поставить либо самые обычные КТ-315 Либо КТ-3102 Или похожие Ну чтобы у них зона была НПН А в принципе сюда любые подойдут Ну а теперь давайте включу и покажу как работает Итак, на вход я подаю плюс-минус От блока питания, который регулируется На входе напряжения 4,2 В Которое соответствует вот этому максимальному заряду аккумулятора Ну это как бы мы делаем подобие наличия аккумулятора И вот горит у нас зеленый светодиод И вот постепенно начинаю уменьшать напряжение И видно как плавно начинает меняться свечение Ну блоком питания трудно точно настроить милливольты Ну и вот 3,5 В Минимальный порог Соответствующий 10% заряду аккумулятора И у нас красный светодиод максимально горит Зеленый светодиод еле-еле Ну я специально так настроил, чтобы не полностью газ, а именно вот Можно было оценивать, что яркость свечения минимальная Вот этими переменниками можно добиться вот именно точного диапазона Ну и начинаем опять увеличивать И вот 4,2 В Зеленый горит сильно Красный еле-еле Ну а на этом пожалуй все Кому понравилось видео ставим лайки Подписываемся на канал Ну и ждем новых видео Всем всего хорошего, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok